Ломать, не строить. Первый этап – демонтаж клубного блока образовательного комплекса. И эти работы ведутся с опережением графика. Строители трудятся до позднего вечера. Первоначальный проект за почти 25-летнюю историю претерпел значительные изменения. В связи с этим подрядчику придётся в прямом смысле ломать и строить заново. Сегодня лестничный марш переносится вот в этот пролёт, а здесь появляются у нас лифтовые шахты. Два лифта. Один для подъёма пожарных дружин с подпором воздуха, здесь специальный, становится тамбур-шлюз, чтобы при задымлении шахты лифта не задымлялись. Второй лифт будет предназначен для маломобильных людей, а значит в школе, рассчитанной на 33 класса, смогут учиться и дети с инвалидностью. Ранее готовность здания оценивалась на 60%. Сейчас, учитывая новые требования и нормативы, до завершения ещё далеко. Главное препятствие, которое тормозит сдачу объекта – сейсмо-небезопасность. Ну и самая главная работа, которая очень сложная и, по сути, наверное, для Ангарска уникальная – это установка резинометаллических компенсаторов. То есть, по простому, на бытовом языке здание необходимо поднять всё, ставить резинометаллические подушечки и опустить. Когда здания начинали строить в 1992 году, проект разрабатывался с расчётом на 7-бальную сейсмостойкость. Однако, судя по трещинам в соединительных блоках, школа вряд ли выдержит землетрясение выше среднего. Проектировщики долго спорили о судьбе четвёртого этажа. Его решено не сносить, а усилить всю конструкцию. Обеспечить это и должны резинометаллические компенсаторы. Они разработаны японскими специалистами, а изготовят их в Китае. По словам строителей, своеобразные подушки соответствуют нормам и прошли необходимые испытания. Ошибок, так как таковых, нет. То есть, школа строится довольно долго, долгое время. И каждый год меняются строительные нормы и правила. То есть, если изначально она строилась на 7-бальную систему, сейчас требования к ней 9-бальные. Ну, в связи с этим и производятся эти работы. Ошибок нет, просто нам досталось то, что построено, нам надо сделать, привести в норму здание. Ориентировочный срок окончания работ – 2019 год. Средства на строительство предоставят областной и муниципальные бюджеты. В этом году подрядчик должен освоить 175 миллионов рублей. А вот общая стоимость масштабного и уже ставшего притчей во языц их проекта – почти миллиард рублей. Евгения Шильникова, Дмитрий Новопашин. Местное время.